МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На встречу к Олимпиаде своеобразная репетиция эстафета Олимпийского огня прошла в Черкесске. 300 участников пробежали около 2 километров. В Зеленичокском районе полицейские задержали КАМАЗ с прицепом, груженными молодыми деревцами пихты. Браконьеры незаконно срубили более 700 хвойных порослей, предназначенных для продажи в качестве новогодних ели. Поздней ночью преступники попытались вывести незаконный товар в соседний Скорочево-Черкесий регион, но были остановлены сотрудниками ГИБДД. Преступники знают, как сохранить свежими деревца, поэтому незаконную вырубку начинают задолго до новогодних праздников. Причем, как утверждают лесники, порой злоумышленники не могут вывести все. Срубленный рез остается на месте. И последующий может стать рассадником болезни и причиной лесных пожаров. КАМАЗ с новогодними елками – это первая в этом году незаконная вырубка молодой пихты. Ущерб лесники оценили на сумму более 700 тысяч рублей. Проехала автомашина КАМАЗ с прицепом, не остановилась на посту КПП Ермоловка. В итоге наши сотрудники среагировали, доложили в дежурную часть. Навстречу выехал экипаж ГАИ, после чего данная автомашина была задержана и доставлена в отдел для разбирательства. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками межмуниципального отдела совместно с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции уже установлены лица, кто перевозил, кто собственник автомашины и кто причастен к порубке данных елок. Фигуранты дела о хищении из бюджета более 60 миллионов рублей осуждены на сроки от 4 до 11 лет. В Верховном суде Крачево-Черкесии вынесен приговор по уголовному делу в отношении Заремы Кятовой, Руслана Гагуева, Шамиля Кемова, Константина Лещенко, Курмана Лепшокова, Владимира Ламкова, Шамиля Хачирова, Мухаммеда Кабардаева и Натали Ватинцевой. Судом установлено, что Кятова и Кемов с использованием своего служебного положения и действуя в составе организованной группы с Гагуевым и Лещенко, а также Хачиров по предварительному сговору с Гагуевым совершили хищение федеральных бюджетных средств путем обмана, способом незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмы Гранд Инвест в особо крупном размере. В Доме правительства прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию идеологии терроризма в Карачао-Черкесии. Участники рабочей группы в своих выступлениях говорили о работе и планах исполнительной власти и средств массовой информации республики в этом направлении. Также на встрече обсудили ход реализации целевой программы профилактика терроризма и экстремизма в Карачао-Черкесии на 2011-2015 годы и комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в России на 2013-2018 годы. Практика показывает, что СМИ активно откликаются на все мероприятия, которые проводятся в нашей республике. Мы освещаем все мероприятия, которые проводим. Но превентивной работы у нас нет. Я считаю, что такая работа должна вестись в плановом порядке и те структуры, которые занимаются противодействием экстремизму и терроризму, должны регулярно, да, они должны быть скоординированы и регулярно поставлять информационные материалы. Потому что здесь необходимо и разъяснение правового положения, и разъяснение общеполитической конъюнктуры. То есть целый ряд правовой информационно-аналитической информации необходимо размещать в средствах массовой информации. О страданиях и лишениях карачаевского народа в годы вынужденного изгнания вспоминали на траурном собрании в Уджигуте. Мероприятие было посвящено 70-х годовщине депортации. Подробности Оли Баташева. Долгие 14 лет изгнания невозможно изгладить из памяти. Чудовищная геноцида со стороны государства был направлен против карачаевского народа, многие представители которого героически сражались в годы Великой Отечественной. Говорили участники собрания. Каждый пятый карачаевец, целый в руках воевал, а каждый девятый погиб на фронтах Великой Отечественной войны за свободу и независимость нашей Родины. Полную картину трагедии не создать, так как нельзя, невозможно учесть страдания каждого человека в отдельности. Тем более, что большинство тех, против кого была направлена эта акция, ушли из жизни. Борис Тахчуков – один из тех, кому удалось выжить, несмотря на страдания и лишения. В момент выселения Джамбульской области ему шел девятый год. Самым страшным испытанием был голод и суровая холода, вспоминал очевидец. В степных районах было сложно с дровами, топили соломы. Собираем эти стебли, и вдруг я заметил недалеко от меня бугорок такой, запорошенный снегом бугорок. Ну я подумал, что это такое. Подошел, пнул ногой. Пнул ногой, когда так посмотрел, вроде, что такое, тыква, что ли, я так сперва почему-то подумал. Потом еще раз толкнул, и вдруг открылась лицевая часть. Лицевая часть открыл, череп. Зимой тела многих умерших просто выбрасывали в поле, вспоминал Борис. Их останки растаскивались животными. Тысячи карачаевцев навсегда стали слежать в чужой земле. Последние годы об этой черной странице в истории карачаевского народа написано много, сняты документальные художественные фильмы. Сегодня всем необходимо помнить об этой трагедии. Она больше не должна повториться ни у одного народа, проживающего на земле, говорили участники Траурного собрания. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Уйджигутинский район. Еще одна восьмая по счету многофункциональная игровая площадка, построенная по программе «Газпром детям», сдана в эксплуатацию республики. Возможность заниматься различными видами спорта в современных условиях теперь появилась и у детей аула «Каменомост». Из Карачаевского района репортаж Алла Динаевой. Перерезав красную ленточку, гости и жители Каменомоста ступили на новую многофункциональную спортивную площадку. Здесь подрастающее поколение будет приобщаться к спорту. И в стране, и в республике многое делается для развития спорта. Открываются физкультурно-оздоровительные центры. Многофункциональные площадки, говорили выступавшие. Я надеюсь, что сегодняшняя молодежь, которая здесь присутствует, которая проживает в ауле «Каменомост», которая живет и в Горгачаевском городском округе, и в муниципальном районе, найдут вот здесь применение своим всем добрым усилием. И на этой площадке вырастут ребята, которые прославят аул «Каменомост», Карачаевский муниципальный район и нашу всю Карачаево-Черкесию. А всего в рамках реализации этой программы, этого большого социального проекта, до конца этого года будет построено 10 площадок. Это значит, что для сотен детей из далеких поселков и аулов открываются возможности для гармоничного образа жизни, для занятия спортом, для развития здоровья. Для жителей аула открытие площадки – радостное событие. Создание комфортных условий для подрастающего поколения – забота старших. А дети, в свою очередь, должны радовать достижениями, закалять спортивный дух и вести здоровый образ жизни. Исполняющий обязанности главы Карачаевского района Спартак Кучетера выразил благодарность Рашиду Тимрезову и представителям «Газпрома» за строительство площадки и отметил, что за последние два года в районе открыты детско-юношеские спортивные школы с девятью филиалами в сельских поселениях. Большое спасибо нашему главе республики, большое спасибо Миллеру, руководителю «Газпрома», за то, что они не только у Носкового и Хаменомостка, но и у Карачаево-Черкесии вот таких площадок 10 площадок построено. Показательные выступления, песни и танцы в честь праздника подготовили ребята. Спортивная площадка соответствует самым современным стандартам. Очень мы довольны, наши дети тоже довольны от имени села, тоже старейшина, от имени своего коллектива тоже. Большое спасибо работникам «Газпрома» и нашему главе республики Рашиду Байзвеевичу Тимрезову. За то, что он нам и отремонтировал спортзал, дети очень довольны, они тоже очень благодарят. И в таких условиях и легче работать, и приятно. конечно же работать. Поверхность поля изготовлена с использованием резиновой крошки. Пропитанная полиуретаном, антитравматичная, быстро сохнет после дождя и устойчива к замерзанию. Спортивная площадка подходит для игровых легкоатлетических видов спорта. Есть турник со шведской стенкой, брусья и рукоход. Для проведения спортивных состязаний есть ночное освещение и скамья для болельщиков. Алла Динаева, Аслан Баташев, Вести, Крачево-Черкесия, Каменомост. Министр по физической культуре и спорта Республики Расул Чечаев провел выездное совещание в Карачаевске. Какие вопросы обсуждались на встрече и какие задачи ставит республиканское руководство перед спортсменами Карачаевска в материале Ахмата Халкичева. Это второе выездное плановое совещание сотрудников Минспорта Республики. На встрече были подняты проблемы, которые, по мнению тренеров и спортсменов, тормозят развитие спорта. Так, заслуженный тренер России по вольной борьбе Алхаз Чечаев отметил, что Карачаевск, который славился своими спортсменами не только в России, но и за рубежом, сегодня из-за отсутствия подходящих залов не имеет возможности проводить чемпионаты и соревнования. С этим согласились и представители других видов спорта. Директор детской юношеской спортивной школы номер один Людмила Акимова подняла вопрос отсутствия современной площадки для гандбола. Тем более, этот вид спорта в Карачаевске один из результативных. Гандбольную площадку у нас есть, она по размеру пойдет стандартно, как он говорит, можно СКФО, ЮФО проводить у нас, чтобы покрытие было современно, огородить, или можно крыто такие легковозводимые же ездить, конструкции и накрывают. Тогда у нас можно проводить. А так стандарта нету, ничего нету. Каменный век, дети выезжают куда-то мы ездим, детворой даже, хотя вот я на легкую атлетку, детворой бегают по камням, по площадке, выезжаем на основание, пьем на современном покрытии, в Черкесии такого же нету. И тем не менее, наши дети, например, выступают неплохо. Вот мы в марте ездили на четырехборе в Казань, мы там третье вообще командное место с девочками заняли по легкой атлетики. Министр спорта Карачаева Черкесии Расул Чучаев согласился с тем, что в Карачаевске, как в целом и по всей республике, долгие годы был застой в строительстве. Но сегодня ситуация в корне поменялась и объекты спортивной инфраструктуры активно вводятся в эксплуатацию. Любителям спорта в Карачаевске ждать осталось недолго. Все проблемы будут решены в ближайшие два года. По улице Магомедова полным ходом идет строительство многофункционального спортивного комплекса общей площадью 4000 квадратных метров. Я думаю, что мы этим большим комплексом закроем очень много вопросов касаемо спортивной борьбы, дзюдо, может даже и боксы закроем. Касаемо ганбола, я могу сказать, что в 2014 году мы сделаем проект и какие-то маленькие земляные работы начнем там. А в 2015 году я думаю, что мы плоскостное сооружение сдадим. После совещания министр Расул Чучаев, мэр Карачаевска Руслан Тикеев проинспектировали строящиеся объекты и посетили уже работающие спортшколы. Осмотрели зал борьбы, в котором занимаются вольники. Спортивный и тренировочный зал в детско-юношской спортивной школе номер один. Боксерский зал, который готовится к открытию после капитального ремонта. Особый интерес вызвал строящийся спорткомплекс. Здесь смогут тренироваться борцы, боксеры, армрестлеры, представители игровых видов спорта. Предусмотрим бассейн с современной системой очистки, которая обеспечит высокое качество воды. Впрочем, в Карачаевске он будет не единственным. Со следующей осени горожане смогут плавать в любое время года в открытом бассейне с подогревом, который будет построен по улице Куржиева. Ахмад Халкечев, Дмитрий Устеменко, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. На встрече Олимпиаде около 300 воспитанников спортивной школы и тренеров приняли участие в спортивном марафоне. Стартовали бегуны Устелы при въезде в Черкесск, а финишировали Устелы Дружба народа в парке культуры отдыха Зеленый остров. За марафонцами наблюдала Мадина Каракетова. Веселые и спортивные с нетерпением ждут старта. Им предстоит пробежать более двух километров. Участников марафона приветствует министр физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Расул Чучаев. Наша страна, Россия, стала хозяйкой этих олимпийских игр, что очень приятно и отрадно в плане воспитания патриотического духа нашей молодежи. В сознание людей приходит то, что богатство нашей огромной России не только ее территории, лес, нефть, газ, но и здоровое, сильное, крепкое, молодое поколение. Участникам массового забега предстоит пробежать по улицам Октябрьской, Первомайской и Достелы Другонародов. Бегуны уверенно преодолевают путь, устали, но не сдаются. Этот забег своеобразной рептицией стафеты Олимпийского огня, которая пройдет по территории Карачаева-Черкесии в феврале 2014 года. В свое время занимался легкой атлетикой. Как раз вспомнил, были времена. Очень приятно, каждый год бы так. У Стелы Дружбы народов участников забега встречают заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Энвер Кирейтов, начальник управления по делам молодежи Англор Иркинов и жители города. Россия лучшая. Россия покажет на Олимпиаде лучшие результаты. Ура! Ура! Поздравляю вас всех с марафоном на встречу Олимпийского факела на Карачаева-Черкесии, которая пройдет в Сочи через наши соседние субъекты. Ура! Разрешите от имени молодежи, от имени управления Карачаево-Черкесской республики по делам молодежи поздравить вас, поблагодарить за то формирование позитивного и здорового образа жизни в нашей республике. Я надеюсь, что поближе к эстафете Олимпийского огня нас будет в два раза больше. Успехов, здоровья и удачи. Спасибо! Ура! Затем самые юные участники марафона запустили в небо воздушные шары. Карачаева-Черкесия с нетерпением ждет Олимпийский огонь и саму Олимпиаду в Сочи 2014. Карачаева-Черкесская республика на встречу Олимпиаде в Сочи 2014-го! А на Зеленом острове стартовал автопробег приуроченный ко Дню Народного Единства. Праздничная автоколонна из 20 автомобилей украшенная флагами проехала по всем районным центрам Карачаева-Черкесии. По словам организаторов региональной общественной организации Русь автопробег является гражданско-патриотической акцией и призван содействовать укреплению духовно-нравственного потенциала общества, мира и согласия между народами. Первым пунктом остановки автокаравана стала центральная площадь Уджи-Луты. Его участники встретились с жителями города. После митинга состоялось возложение цветов к памятнику казакам Уджи-Лутинского района, пострадавших от политических репрессий в 20-30-х годах 20-го века. Всего всем хорошего, удачного пробега вам. Дай Бог, чтобы единение было не только на словах, а было в жизни, чтобы все нации, которые проживают в нашей республике во всем мире, жили дружно, объединялись, было меньше распри. Мы должны жить вместе, в дружбе, добрососедстве. Мы этот праздник очень любим. Нам нечего делить со всеми, кто живет в этой республике. Мы должны дружно, как одна семья, жить. И очень рады вот такие праздники, чтобы были всегда. Мы сегодня символично объединяем все народности Карачаева-Черкесии для того, чтобы показать всем, что на территории Карачаева-Черкесии проживают добрые народности, которые ценят интернационализм и дружбу народов всей республики. Сегодня хочу выразить слова благодарности администрации, главы правительства за ту поддержку, которую нам оказали председателю Народного Собрания Александру Игоревичу Иванову. Наша организация, сущность нашей организации заключается именно в добровольчестве, непосредственно в объединении всех народов. Будет мир, будет слава, будет всему, всем будет хорошо. Такой был Асреда в Карачаево-Черкесии. Ждите вестей. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 2 плюс 7, днем 15 плюс 20, в горах ночью минус 2 плюс 3, днем 10 плюс 15. Черкесская переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 3 плюс 5, днем 18-20 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok